Так, друзья, я начал запись. Тема ГРУ будет расшире. Сказать все о першиках не могу. Тема першика гигантская, першики как мировое значение имеют. Имеет большое значение в северном полушарии. У нас не все благополучно, но перспективы есть. И тогда я просто, как бы сказать-то, есть такое понятие детства. Так вот у садоводов есть свое детство. Мне было тридцать четыре года и начинается с этого момента детства садовода. Наверное, ближайшие тридцать четыре, где-то до пятидесяти лет. Давайте посмотрим. Даже до шестидесяти лет. Вот. Внимание. Это не все. Это особая папка, которая пополняется, но которая несколько лет перестала пополнять, потому что не хватает мне на все. Поехали. Для чего это надо? Потом будет особая статья, уже есть особая статья моего украинского друга, молодого, талантливого, будущего журналист мирового уровня. Это удивительное дело, схватывает на лету. Я пусть отвлекаюсь, но у меня была другая крайность. Я специально говорю, почему. Версика же тема непростая. Вот. И вот я провожу в Москве семинар два раза по три дня. Да. Чуть-то не сказать со всей планеты, но со многими государствами приехали на встречу со мной и приехали учиться у Сибиряка. А вовсе не украинского. А, кстати, я еще напомню, украинский. Но не украинского гражданина, не белорусского, не казахстанского, не польского, не германского. Именно Сибиряка. Да. Значит, погода достала многих. И персики вырастут проблематично в любой стране. Вот. И тогда, я, когда решился и читал лекцию где-то на второй день, встает женщина, в середине моей лекции перерывает меня и говорит. Это было ужасно. Это было хуже любой ругани. Знаете, что она сказала? А? Она сказала. Вы знаете, я уже слушаю второй день. Это, значит, пятый час. Ой, какой пятый? Восьмой. И ничего не поняла. И мне эта фраза застряла в голове. И с тех пор я сказал себе, не будет лекций, в которых они засыпают. Другие говорят, я и так все знаю. Это все знаю еще чуть ли не со школы. Вот. И я сказал себе, я буду делать по принципу, извините, что долго говорю, но это для меня очень важно, объяснение, объяснение, почему я себя так веду. Вот. Вы знаете, что многие из вас такие, как я. Я по-английски помню десяток слов. А ведь учил много лет. Мало того, что в школе. А для чего я в институте учил? Да там еще добался технический английский язык. Технический. Для меня металлурга. Не помню ни одного слова вообще. Ходовых помню несколько слов. Всего несколько. Могу до десяти досчитать. One, two, three, four, five. Еще несколько слов. Случайно держатся в уме слова. Этот самый. Window. Это, наверное, окно. Table. Наверное, стол. И все. И вот тогда я сказал себе, а как наши люди после такой длительной, многолетней учебы ничего не знать, не помнить, не уметь разговаривать. А что происходит на практике? А на практике наш человек попадает в англоязычный мир. Для меня английский язык самый дурацкий. Вот. Потому что он даже не объяснит с логической точки зрения. Посмотрите, какая грамматика. Один звук, четыре буквы. Три-четыре буквы. Серьезно говорю? Я не шучу. Ну вот. Попадает на всех любой. С хорошей памятью. С плохой. Кроме глухослепонимых. Он берет и начинает вживаться. Как он вживается? Сказать? Через несколько месяцев он спокойно ходит по магазинам, по стадионам, спортзалам, куда угодно. И уже все худо-бедно понимает. Еще через год он так же бегло говорит. И никогда в аудитории этого не выучит. Внимание. Все. Разбрасываем всю информацию так, чтобы она где-то просто легла. Вот как та женщина. Ничего не поняла. А если бы она немножко тут, немножко там. Хоть что-то бы. А для нее практически все это вообще в новинку. Давайте смотреть. Пирсик это редкая вещь. Поехали. Нам понадобится эта информация, когда мы будем осваивать статью для западных наших слушателей, читателей. Вот. Для западных. То есть я не оговорился. Я говорю, переходим границу с Украиной, с Германией, Польшей. Пошли. Итак. Это детство Железова. Еще не буду комментировать. Ну, кое-что буду. Пробежимся по моей просто фотографии. Пирсик видели? Видели. Листья здорово видели? Почти здорово видели. То же самое. Это персик Хасанский. Вот. Что это фотография? Ну, ничего. Это кто-то мне прислал ее. А на ней персики растут. Вот. Кто-то из вас вырастил вот этот персик. Поздравляю. Это к тому, что у меня есть особая папка. Здесь они почти случайно попадали. Это учебная фотография. Вот. Смотрим дальше. Ну, поздравляю от того, кто это вырастил. Здесь я фотографию из моих черенков, саженцев или косточек. Вот. Посмотрите на это чудо. Видели? Эту фотографию прислал кто-то из вас. Это он в окровную форму придумал вот таким вот образом. Молодец. Я почти не комментирую. Видите? На, нет. Все равно прокомментирую. Справа повыше. А слева пониже. Получается такой обрывчик. И вот таким путем человек придумал, как его положить. Ну, свежая земля, значит, только закопал. Вот. Вот. Вот эти две фотографии писал мой сын из Новой Каховки. Вот видите. Значит, Новой Каховки на той стороне Депра. Вот. Вот. Вот в Переславском районе я впервые угощался персиками из деревьев в саду моего отца и моего деда. Вот. С Астрием Небесное. А это мой сын, которого я учил в Сознаводстве. Он перейдал ко мне в Сибирь. Вот видите. Фотографируется с украинским персиком. Вот. Это кто-то из вас прислал. Красиво. А персик мой. Это мой сад. Это персик, который спрятан за... Забором. Лучше он будет в два раза выше. Забор это экран. Он дает дополнительное тепло, потому что отражает солнечные лучи. И забор со стороны севера. Результат вы видите. Неукрытый персик не померз. Вот. Этот персик я спрятал за сараем. Тоже с северной стороны сарая. Вот. Самое первое моё дерево с персиками размером. Мельчайшим, повередитесь. 20 грамм. Слава Богу, живой. В зиму ушёл зелёными. Почти зелёными. В общем, не вызревший. Почему? Потому что эта адаптация началась. Вот. Это после посёлка Сизаев, где обнаружил замёрзшее дерево. Откопался под снегом веточку. И пошёл процесс, который кончился трюфом. Потому что Украина нас опередила. Я про садоводство. Первые два персика родились в моём саду. Неукрытые. Я счастлив. Это я такой молодой. Это как бы детство садовода. Детство садовода. В том времени, как я наносит. Лучше там это и прочее. Звания. Почётные. Тоска почёта комбината. Норильского. А вот здесь я ученик. Сам себя ученик. Я не стал ни у кого учиться. Потому что у меня особая натура. Ах, нельзя? Значит, сделаю. Вот. Вот ещё одна фотография. Первое поколение персика. Уже в моём саду. Посмотрите-ка на это несчастные плодики. Вот. Ещё одно дерево, спрятанное за светлым забором. Вот. Вот это вот особый случай. Посмотрите. Мне удалось. Это ещё давно было. Слева нормальная веточка. Прекрасно видится для прививки. А веточки, которые правее, правее, ещё правее, ещё правее. На самые правые, они практически до прививки не годятся. Но пришлось осваивать и такую технику. То есть сверхтонкие, чуть толще спички. Почему? Вот. И в то же время я редко получал письма. Такие сердитые. Но одно письмо такое было. Сильно тонкие прислали. Они, зараза, все такие. Вот. Сейчас, секундочку, я посмотрю, что у меня тут. Ага. Так. Идём дальше. Это ко мне пришло сообщение. Идём дальше. В общем, человек был недоволен, потому что я ему прислал вот такие. Даже чуть-чуть потолще. Но он не смог с ними работать. Вот такой случай был. Ну, с тех пор он прислал и такие, как тот самый левый. Вот. Вот этот персик особый. Обратите внимание. Сразу не заметите. Видите вот этот пень? Он уже несколько лет плодоносил. Я даже, есть фотография. Я буду видеть ниже её. Так. А потом... Завёрз по самое... Где-то... По почву. И когда я на нём махнул рукой... Вот. Он дал. Я жил. И сейчас это мощное, красивое, полносящее дерево. То есть, это было его второе рождение. Тоже выводы делать. Не спешите. Так. Ещё раз гляну идёт запись. Было как-то. Записал. Минут сорок разноречие. А потом бах. Звука нет. Так. Идём дальше. Идём дальше. Вот эту фотографию мне прислали. Один из моих учеников. На что я им очень благодарен. Где эта? Ну-ка. Уфимские спички. Может быть, на Урале. Так. Здорово. Вот. Это здесь я показываю. Эта фотография учебная. Чтоб вы отличали. Сейчас только отметив этот аппарат. Я люблю поговорить, но это очень важно. Значит, только сейчас. Несколько минут назад. Мой брат знает. Это он мне присылает. Фильмы на расправу, можно так сказать. И аккуратно. Людей. Нет. Не показываю. Не позорю. Вот себе взял, написал. Осенняя обрезка колновидной сливы. И она вот такая. Обрезка-то ничего. А ему нужно показать смысл обрезка. Вот нужно. Вот нужно. Ну, наверное, он на этом зарабатывает. Наверное, сайт популярный. Там ещё после этого пойдёт продажа. Всё, что угодно. Вот нужно ему. И вот это совершенно голеностое. Бетки вот такие вот. Это будет в одном из... У меня после завтра вебинар. Я не вижу, что я буду на нём. Но я уже продюжать и сделал прям с экрана. Это ужас. Потому что вот видите вот эти цветочные бетки? Цветочные пучки. Видите? Вот они. Вот они. Хотя, представьте себе, пучка была вот чуть-чуть толще. Она, ну, чуть-чуть вот так. Примерно треть спички по длине. Треть спички. Вот. Сантиметра два. Вот. Явно плодовая. Явно расти никогда не будет. Берёт её, отрезает и говорит. А это чтобы она не росла внутрь и не загущала. А человек не может отличить ростовую почку от этой. Представляете? Поэтому все мои вебинары насыщены вот такими примерами. Вот. А в данном случае вот они, плодовая веточка. Отличайте. Плодовая от ростовых. Вот. Ну, что я скажу. Я помню сейчас фотографию. Одну из моих учениц, которая лет 20 назад ко мне приезжала. Вот. Поздравляю. А живёт она в Барнауле. А вот и она. Вот. Видите? Я буду вас. Вот. Вот здесь вот у меня растут персики-сеянцы. Вот. У них век оказался короче. Я их резал, резал, резал на черт. Сергей резал, резал. И дальше наступил момент, когда раз, два, три, четыре. Остался один. А остальных уже нет живых. Обидно было горько. Но это судьба баточных деревьев. Вот это вот яркий пример. Посмотрите внимательно. Видите? Уже на что он изуродован мной. Вот на неветке видно, что отрядал. Вот. И вместо того, чтобы умереть, вот эта горькая правда, вот эта горькая правда, ну, ну, получилось, что вот я вот показал вот эти тиры, два, три, четыре. Но ты не знаешь, что не умерли после того, когда вот сразу в этот год. Нет. После этого я его сейчас. После этого я его еще использовал на чертенки. И еще использовал. И тогда случилось следующее. И тогда случилось следующее. уже полумертво. Уже, казалось бы, живого места нет. Изувечено моими обрезками. Посмотрите, какая она упрямая в жизни. Вот. Это чуть позже, потом. Вы убедитесь. Видите? Вот, кстати, чтобы не было обмана. Видите? Смотрите, вот это вот. Вот здесь вот идет поперек. Вот она доска справа. Вверху вот она доска идет. Сейчас я вам ее покажу. Что это именно они. И после очередной обрезки вот такие прерывуты. Вот теперь вы видите ее. Просто то было фаз, а то профиль. Или наоборот. То было профиль, а то фаз. И вот тогда вы убедились, что живучесть невероятная, если не калечить. Вот. Это уже другое. Вот здесь вот. Сергей. Рядышком. Продает. Нет, не так уже. Проданное. Размещает по... По... Размещает по... Посылкам. Вы представляете? Вот униперсик. Какой страшный. Обрезку он делает. Но это только ради лучшей приживаемости. Не только посылка в люфе. Ради лучшей приживаемости. Вот. А это уже другой забор. Он не забор. Вот так. Смотрите. То, что вы видели. Вот. А теперь забор, который перпендикулярный к нему. Вот этот уже смотрит на запад. Эти деревья до сих пор живы. Урожаи слабенькие. Деревья изувеченные. Они тоже маточные. Эти тоже сеянцы. Я потом вижу, познакомлюсь с тем, кто мне их подарил. Вот. Эти сеянцы. И они сидят, сидят, сидят. И не убирают. Но пользу принесет огромную. Веточки мы с него берем. С них. Тут у меня три. И еще справа четыре. Вот это вот уникальные вещи. И когда смотришь, что на третий, четвертый год, пусть на изувеченный, на изувеченный, вот так, на такой, они тоже вот так выглядят. Ну, лучше выглядят. Пусть это вот происходит. Жизнестойкость дикая, и гласание, и калеченье, но они живы. Вот. И это самым в мире сеянцы. Этот абрикос, я называю, ой, перчика называю минусинский. Почему? Потом назову. Вот это есть минусинские перчики. Сад Чернобаева. Так. Вот. Видите? Дело в том, что он, у него перчики, эти, не привиты. Это не минусинские, это хасанские. Вот. Они, каждый год, то бывает, еле окрашены, то прекрасно окрашены. Вот. Это уже Сад Чернобаева, вы его знаете. Я у него сегодня был. Я сегодня у него ходил по саду, делал фотографии. Уже отказался. Больше не показывал мое лицо, и я уже, там, художник, известный, заслуженный. Ну, елки-палки. Ну, давай ты пойми, ты чуть-чуть кудесник. И дальше я сейчас, это, коротко скажу, его фразу, вот, Константинович, нас поубивают наши земляки в Хакасии. Почему? А потому что, сколько можно пропагандировать вот эту красоту, нас правительство просто заберет сильный коэффициент 30%. Вот скажут, вот это вот красота, она для чего? Чтобы доказать, что он для заслуживания коэффициент какая-то себе. Вот так, друзья. А в чем, что за себе, вы выйдете ниже. Ну, как вам его шутка? Это моя теплица. Вот это второй год. Ну, помню, там пень был, и это, мы были заветочки одного, туда такой стала. Это где-то 22-й год. Вот теперь, это персик, который привит был на, привит был на волочную вишню. Вот, вот он какой-то год прыгнул вот так. Надо вот дальше заниматься, то есть, брать эти же персиковые веточки с него брать, и снова на волочную вишню, третий, брать снова на волочную вишню и постепенно сделать так. Вишня уже стала слаще. Опять же, в принципе, не изменились. Какие они были, хотя такие они остались. Ни хуже, ни лучше. Я дождался урожая. Но это все бесперспективно, если не заниматься переносом второго поколения на третье, и все время, чтобы по двое были родственники. Вот это одно из моих скромных мировых открытий. Называется «Наслоение ментора». Наука отдыхает. Пока, к сожалению, отдыхает. Вот я ей такой путь развития предложил брать. Это мой традиционное клонирование. Наслоение ментора. Ничего, и потом идет на слоение ментора. Вот. И, к сожалению, ничего этого не случилось пока. Вот. Теперь смотрим. Это уже забор в другом месте. Это я прикупил участок и посадил на воду. Вот они персик на прикосе. Подлевай персик на сливе. Справа. Дольше говорить не могу. Вот. Ну, сельцы показывал только в другое время года. В другое время сфотографированные, я бы говорил это, Минусинские. Вот. Это, к сожалению, случилась страшная вещь. Потом вы увидите персики, которые упираются в крышу. Эти же. Но, к сожалению, страшная обрезка на заготовление чинков привела к тому, что теплеса-теплеса, почти все погибли, кроме трех. Это жестокая правда. Вот, видите, это как раз вот правый выжил, левый угар. Это часть проблемы. Форточки зимой не закрываются. Никаких болезней внутри нету. Благодаря форточкам. Еще один из персиков, который в какой-то момент вот так вот выглядел, к сожалению, оказался краскану. Восстановился, да. Все это есть. Но назвать урожай не могу. До того, как... Ну, увидите, какие вы, скорее всего. Надо давление начинает скакать. Вот. Вот эти вот персики-то мы теплеще-то не резали. Я говорю, как он еще жив. В этом году я снимал фильм. Не так давно, неделю, полторы назад. Порожай был, хоть скромный. Но... Все-таки... Бесконечная обрезка его не способствует просветанию. Но так он внешне выглядит прекрасно. Кто видел фильм. Вот. Давайте некоторые которые буду пропускать. Некоторые фотографии. Это, значит, самое страшное, вы знаете, что такое? Это мангал. Вот эти персики. Верхняя часть, которая остается после наготовки. После прививки выбрасываются и сжигаются. Это страшная вещь, учитывая, что в науке этого нет. И не хотят это иметь. Самое морозокие в мире. Даже вот это. Это как производим запорожцы. А потом в велику им предлагаются детали. Берите детали, собирайте. Будет Мерседес. Будет Лексус. Будет это... Ламбордини. Нет. Будем выпускать запорожцы. И вот это вот никому не надо. Наверное, мне сейчас надо как-то чуть поспешить. Может быть, уже не все подряд показывать. Это я вам показываю, показываю. Я не хочу, чтобы был сильно длинный фильм. Вот. Сильно длинный фильм. Если пропускать, то тогда так. Никто мне не упрекнет, что это укрытые персики. Видите? Также калечил. Они умерли, но все-таки 10 лет жизни. Это был тот момент рекорд. Видите? Высокрышек. То есть, никакой не может быть рецепт, а утепление. Раз. Вот. Теперь. Теперь, теперь, теперь. Самое ценное, что сказать. Про укрытие все вещи. Раз. Потому что тут надо несколько вариантов использовать. Так. Вот. А это, знаете, как сказать? А это, как мои фотографии воруются. Вот. Надейка моя, фотография моя. Получается совсем в другом. На другом сайте. Здорово. Так. Теперь. Теперь, теперь. Что самое ценное? Ну, я сейчас люблю пару кредий, я в другую разницу скажу. Ага. Вот. Вот этот человек, Эдимов Александр Алексеевич, приехал ко мне в Минусинске, привез 20 сельцев персика Минусинска. У него потом погиб, хоть он его укрывал. Я оказался монополистом. Где он его взял? Он не сильно отличается от этого, от Хасанского. Но какую-то сибирскую закалку у него прошел. Вот он у меня не укрывал, не подходил. Год за годом. Подмерзает, восстанавливается. Вот их уже 15. Вот их уже 10. Вот их уже 8. И, наконец, вот уже 5. Отбор произошел. Никакой помощи. Ничего не подходил. И все-таки дождался. И урожая. Сейчас я вам покажу лучшее дерево из урожая. Вот оно. Вот, вот, вот. Вот это. Один год. И вот это уже я. Второй год. Вот оно Минусинский. Подношение на третий год. Искусство. И из этого. Непривитого. Ну, вот это тот момент. Ну, а сейчас, простите. Оно просто-напросто погибло. Вот. Потому что я все эти ветки резал, резал без всякой пощады. Иначе не выжили. Мало было. Мало было саренсу вообще. Некогда. И некогда. Вот. Торшин Павлович Кобилова. Абаканский ученый. Вот. Он курировал мой сад. Подтвердить, что все, что я говорю, это правда. Вот. В момент, когда больше не надо меня было в нападок, я позвонил ему. Торшин. Могу я твоего телефон давать? Отвечай. Потому что люди не верят и не верят. Представляете, ведь это же неукрытое. Да, я учил людей делать укрытое. Неукрытое. Но это как вариант. Вот. Я точно так же сейчас покажу. Вот. Я учил делать полуукрытое. Вот видите, это моя ученица. Аспирант. Университет Красноярска. Имени Решетникова. Видите, что тут вот этот тоже вариант. Я думал, в следующий раз. Ну, ладно, покажу. Вот. Теплица, это все же укрытие. Согласитесь. Все бы натаскали. Хоть бы хны. Это тоже укрытие. Ладно, расскажу до конца. Как хотите. Вот. Тепловая подушка. Вот. Это один участок. Укрытие. Вот. Тепловая подушка. Второй участок. Видите, перчик, 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 перчик. Это же укрытие. Укрытие. А если еще этот видом греется, допустим, где-то справа. Считайте, что мы в аптисе. Почему не вырастим? Растите на здоровье. Еще укрытие. Ну, просто же. Ну, уже проще некуда. Только потом еще надо. Внимание. А, вот здесь я просто бревну. Частично укрытие так. И. Ага, вот. Коробку закрываем. Вот. Надо, чтобы туда снег не попадал. Один из вариантов. У меня сейчас это дерево прекрасно живо. Замерзло первый год. От корней прошло. А сейчас это мощное дерево. Вот. Но. Это все. Ему уже было по барабану. Для чего я вот эту коробку делал? Получить лаз. Вот видите. Ну, и сейчас говорю. Если там будет снег, она может соприть. Наоборот. Поэтому коробку закрыли. Делали так, чтобы туда снег не попадал. Сверху можете сыпать снег. Может, тогда ничего его не бойится. И вот такую форму я назвал полукрытием. Вот. Ну, что. Все. Полукрытие. Еще варианты. Нет, не все сейчас. Это есть у меня. Это надо искать. Другие. Ну, а, укрытие по Чернобаеву. Он замысился. Вот. Получил уникальный результат. Ну, два-три года вот так делал. Смотрите. Это назвал в чем термос. Медленное остывание. Медленное нагревание. Вот. Результат уникален. Потом он упростил. Смотрите. Просто упростил. Уже без чумы. И, наконец, получается примерно вот так. Сейчас найду. Вот. Это как раз после чумы. Видите? Вот это. Видите вот это. Вот. Пустоведная форма. Никаких вот этих дебильных отрезаний из скелетных веток Как видите, не произошло. А это святое. Уничтожить половину веток. Ослабить дерево. А потом начинать бороться за его жизнь. Это я уже называю реанимацией. Так. Значит так. Еще показать. Ну, все понятно. За забором. Плюс Формирувка Это Формирувка происходит сама. Никаких этих Сидрости, как вот я только сейчас показывал. Что-то уже углудрится. Таколновидные. Вообще беток я там Нет практически. Нет все равно. Ну, идти что-нибудь отрезать. Потом время идет. Значит, серебряники капают. Фу. А вот здесь вот Формирувка происходит сама. Приходит время И деревья наклоняются сами. А теперь скажите, Я укрывал его? Ну-ка, смотреть глаза. Можно его укрыть? Ну, что, хватит на сегодня. Еще. Да, тут не все фотографии. Ладно. На этом закончим. Почему? Потому что Если там вот еще укрытие, Это не я, не... Это кто-то из вас, ребята. Так постарался. Вот. Ну, надеюсь, что у него Хорошо перезимовало. Эта фотография переслана. Ну, теперь все. Давайте я закончу Этот рассказ. Потому что А сколько нам открытий чудных? Мы с вами еще Не раз поговорим. Вот. И мне надо Заканчивать Обработку Статьи Двадцатилетнего Ценовода Двадцатилетнего Талантливого Монопарня От Семенченко Который живет В Харькове И чью статью Мне надо Прокомментировать Потому что И сейчас Слабая надежда Что ее Будет Эту его статью Которая По словам Комментарии Могут измениться Какие цифры Какие-то фразы И тогда Она пойдет В Польшу И Германию На Публикацию Посмотрим Вот. И тогда Вот этот фильм Я это назову Серия номер два А серия номер раз Мы его видели Многие видели Оно уже выставлено На моем Канале Все, друзья Вот. Надеюсь, что Вы поняли Что даже Сибирь На Персиков Это еще нет Вот. Еще не Еще не Надежды нет У тех Тех, кто отказался Тех, кто руки опустил Вот у них Надежды нет У нас уже Не надежда У нас уже Акты И потом Ребята Мы с вами Что сделаем Еще Ладно Уговорили 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 Вот. Уговорили И я вам покажу Потом Одного Уже Следующий фильм И прокомментирую Персики Уже Пусть Сибири пошли И это здорово Обычно Что с юга На север А вот здесь Получилось Севера На юг Или именно В этой папке Десятки Примеров Плодоношения В том числе И персиков Кто-то из вас Уже здесь был Видите Сколько персиков Мелькается У кого Глаз набитый Смотрите У кого Набитый Глаз Ну что Вот Это будет Третья серия Или вторая Нет Или третья Будет Это комментарий К Статье Семенченко С Харькова Вот А потом Четвертая серия Вот это уже все Вот здесь будем искать 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 Персики А что их искать Вот так вот сколько У кого Глаз набитый Ну-ка Видели Это все Что с моего сада Пошло Триумфом По всей стране С моей Агротехникой С моей Агротехникой Потому что Классическая Агротехника Я называю Смерть садам Как это случилось Я не знаю Но это смерть садам Вот Ну что Останавливаю Трансляцию Итак Персики Наше будущее Вот Прошло у них Почти нет Одни Неудачи Практически Вот уж Послушали Крупнейшая Авторитета Кургимова У которого Столько данных О неудачах Больше чем удачах По Государскому краю Вообще По югу И вообще По стране Все Пока До свидания Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...